что блеф плоская земля блеф нет круглая земля блеф блеф согласен это земля коран сура ибрахим 48 эту землю мы заменим другой земле это когда будет геомет вы можете бредить как хотите бредить можете фантазировать в руках держит научные изобретения которые на контент это это все эти технологии базируются на этих на трудах мусульманских ученых самого начала и самого начала до них еще были если было бы это будет сейчас видеозапись камера за вам бы все бы расстрелся все карты наслаждаюсь вашей вашей глупостью вашими вот этим вот бредом вот это яска не оскорбляй назад вот я больше могу оскорбить вас или вы себя оскорбляйте тем что считаете что земля плоская большего оскорбления для нормального человека нету чем сказать что земля плоская этим самым ты себя обзываешь идиотом на свете более 10 10 кстати ай пара ай пара это не ума ай пара за символ того что ладья кстати голубца ладья ладья вот это это истинная земля а вот это то что звездочек это безименники иллюзионный я добавляет я так считаю вот в моей шизофренической реальности вот я сейчас так брежу галлюцинирую что существует две земли одна плоская другая круглая круглая это мой бред но не говорит что я тоже я художник я так вижу я тоже могу ты хочешь фантазировать но есть реально что такое теории оправдание есть теории гипотезы что такое видишь нашел от фантазии к факту мы теперь когда ты нужны на гипотезы говори что то гравитации не существует берешь конфету вот так бросаешь и спрашиваешь да потому что что конфета тяжелее чем воздух а что это значит значит что что-то тяжелое что-то легкое что такое тяжелое у кого учета есть больше тяжести сила тяжести это твоя теория не то гравитация теория до ньютона конфета не падала он объяснил он не объяснил как он свою теорию выдвинул есть законы это для тебя не законно гравитация для себя закон тебе она тяжелая поэтому падаешь его тяжелое суши они не всегда когда они разрабатывали это есть это есть эквивалент гравитации когда земля фейковую теорию когда вот эту фейковую теорию они посмотрели как нам это сделать начали нашли кидать предмет они подошлись все предметы падают для из-за этого давайте да те которые тяжелые давайте тогда скажем что существует какая-то магическая сила внема который притягивает нормально наまで узкой силу который планеты большая планета притягивает маленькие лабораторных условиях покажи мне это что бы большой предмет притягивал маленький почем покажи мне вот это маленький предмет а вот земля это большими дамой как почти однако вот это они эту обманку не вымерят для тебя. Нет, твои глаза сейчас видят? Конечно. Вот что происходит сейчас? Конфета падает, потому что она тяжелее воздуха. А что такое тяжелая тяжесть? А почему есть газы, которые как говорится, не притягиваются? Почему туман не притягивается? Туман почему не притягивается? Потому что он тяжелый, на самом деле. Потому что существует воздух, сила воздуха, сопротивление воздуха существует. Пусть сопротивление воздуха. как почему воздух туман он почти равен по плотности есть плотность воздуха то есть гравитация не действует на это она же должна применимо ко всему она применим как она не ты в школе не учился ты знаешь что существует сильные сильные и малые это уже это же сказка внутри сказки детстве твои учителя тебе внушили твой мозг обмыли смотри смотри давай еще вопрос гравитация знаешь что такое это магическая сила гравитация это сила когда огромные массы да вот земля огромная планета понимаешь вот сравнить землю и тебя жили по сравнению вот конфета конфета вот сила гравитации земли притягивает конфету конфета тяжелее воздуха вот поэтому сила гравитации земли преодолевая она притягивает вот хорошая до конца не притягивает а почему до конца не существует центробежная сила хорошо твоя центробежная сила почему на экваторе воду посередине не накапливает хорошо вот не было центробежной силы нет так уж есть центробежная сила почему на экваторе не больше воды чем в других частях земля крутится вот если бы заключение земли делает то что на экваторе вода не знаешь такого ну ты вообще то есть ты в школе не учился вот смотри когда шар крутится шар крутится то вода полностью распределяется она полностью распределяется ничего не распределяется по шару вода вообще не остается на шаре никогда это чушь а гравитация гравитация нет сделаю я тебе показываю конфеты не море пойдем мне нужна конфета сделай мне в лабораторных условиях земля большой шар притягивает маленький штаб и они крутятся вот я тебе сейчас лабораторные условия даже вот сейчас это из-за того что конфета тяжелее воздуха чем лаборатория лабораторию сливы отличается этих условий это лабораторию слой вот и море вон тебе земля он тебе вода и все вот тебе лабораторные условия зачем делать то что и И так очевидно, да, что и так вот существует. Доказывать, что ты же не фотоны там расщепляешь, ты же не коллайдер создал. По-твоему, по-твоему, есть магнит. Какой магнит? Нет, гравитация. Он не может объяснить природу гравитации. Гравитация это магнитное поле, да? Нет. А что это? Гравитация это гравитационное поле. Что это такое? Ну что это такое, да? Это сам тупой, да. Ну что такое гравитация? Что такое гравитация? Это один из четырех... Магическая сила, да? Какая магическая сила? А какая? Гравитация это одна из четырех сил природы. Есть сильные, но все смеетные. Что вы смеете? Вот вы смеетесь на своей тупой силе. Четыре силы природы. Даже я такое не скажу. Вы дебилы, которые свою дебильность... Дважды два, четыре. Дважды два, четыре. Гравитационное поле я не могу. Гравитация, если ты безграмотный, скажи, что я неграмотный. Скажи, я настолько тупой, что ты не знаешь, что такое гравитация. И говоришь, что гравитация это... Нет, природа в чем состоит? Магнитное поле это электромагнетизм. Да, правда. Одно из четырех сил природы. Существует четыре фундаментальные силы природы. Это электромагнитное поле, это гравитационное поле, сила электромагнитная сила, гравитационная сила, биополе, слабое поле и сильное поле. Четыре силы существуют. Это гравитационное поле, это гравитационное поле. А, ну, не знаю. Допустим. Есть сильная сила и слабая. Смотри, закон Ньютона. Закон Ньютона, вспомни. Вы даже в школе... Как вы? Ты типа институт закончил? Какой? Все трое. Вы типа трое. Я три института закончил. Какой закон Ньютона? Я все закончил историю, историк бакинский государственный. Я закончил Нижегородский мединститут. Закон Ньютона. Сила протяжей квадрата. Ф квадрата равняется. Нет, стой, там как идет квадрат силы. Масса квадрата. Масса квадрата? Нет, масса. Нет, квадрат массы. Тяжести, да? М квадрат. Нет, тяжесть. Вот тяжесть. Сила тяжести обратно пропорционально. Что-то там где? Сила тяжести обратно пропорционально. Квадрат у расстояния. Квадрат у расстояния. Слава Богу. Чистая физика. Чистая физика. Если есть гравитационная боль, то должен быть источник. Должен быть... Т бера берда МС квадрата. Это не Т, это Е. Это Е равняет МС квадрата. Это Е равняет МС квадрата. МС квадрат. По твоей логике это скорость. По твоей логике. По вашей логике. Должен быть источник этой гравитационной силы. Где этот источник? Слушай, я сейчас тебе должен всё тихо рассказывать. Тебе всё тихо рассказывать. Гравитация. Но это же нет... Природа какая у гравитации? Это поле. Нет такого поля. Не существует. Есть только электромагнитное поле. А, электромагнитное есть, да? Но, слава Богу, ты признал электромагнитное поле. Не существует гравитация. Такого нет у гравитации. Принципиально с гравитацией, да? Это теория. Именно у тебя, чтобы доказать, что Земля плоская, ты отменяешь гравитацию. А электромагнитное поле признаёшь, да? А ты знаешь, что теория электромагнитного поля тоже доказывает, что Земля круглая. Так что, я тебе советую, откажись от электромагнитной силы тоже. Не могу, это существует. Это реальность. Электромагнитное поле реальное. Да, оно реально. А гравитация не реальна? Гравитация не реальна, нет. Ага. То есть, гравитация опровергает твою бредовую идею о том, что Земля плоская. Просто величайшая хитрость сатаны в том, что он тебе даёт... А в сатану ты же сюда придёшь. Ну, естественно, конечно. А, в красную карьеру массовую. Мы сейчас про науку, физику говорим. Это всё взаимосвязано. И так сделали, чтобы это было не взаимосвязано. Земля плоская. Земля плоская, да. А, источник гравитационной силы. В земле, в воде, в чём, где она? Откуда она притягивает? В земле. Конфета. Нет, это вот это. Слушай, Рёша. Ты, если ты безграмотный... Хватит. Мы осознащим, но салмодзалфир. То, что спичка падает. Отвечаю. Ты говоришь, что оно притягивается к гравитационному полу. Какая природа силы гравитации? Расскажи про этот Рёша. М равняется G. М1, М2. Вау. Сила. Сила F. Фейковая формула. Это за фейковая формула. Ну да, фейковая формула. Которая описывает вот это, да. То, что падает. Вот это фейк. Со скоростью 9.8 метров квадрата. А по твоей теории, если вот это Ньютон... Ньютон, это т. Я не знаю. Ньютон. Это лень. Но бонус. Я не знаю. Но бонус. Я не знаю. Ньютон. Он не знаю. Фейковая формула лица. Он не знаю. Ньютон. Я не знаю. Вы почувствую. Потому что, на русском, да, я вас спрашиваю, почему самолет падает, а облако не падает, потому что существует атмосфера, существует воздух, газ, вот сейчас здесь газ существует, воздух, ты сейчас чем дышишь? Мы сейчас не в вакууме находимся, у нас воздух, есть плотность, есть атмосферное давление, знаешь, слышал, да, что такое? Я знаю. Как говорил Астапин Барагимович, на каждом человеке дали атмосферный столб там 9 секунд, да, то есть вот сейчас, вот сейчас здесь существует давление, источник, мы в ответственность облазим, так вот, ты мне на вопрос, откуда идет тяга, газ, объясняю, вот смотри, туман, туман состоит из очень маленьких молекул воды, очень маленьких, и вот они окажутся слабее, чем давление воздуха, поэтому они летают, даже уравей, когда падает, он не разнимается, так скажем, да, миллиард намчей лярвов, вместе со мнойчей лярвов. А какая масса облаков, когда? Масса облаков. Как там пошло? Ф равняется гравитация, Ф1, это воздух, М2, скажем, это молекула, и она... Нет, 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 ты сейчас перепутал, ты неправильно применяешь формулу, эта формула к этому не относится, не относится, да? Ты мне вопрос, ответишь? Я тебе объясню, но, когда смотри, молекулы пара воды в облаке, они очень легкие, поэтому маленькие, поэтому их воздух держит наверху, да? Тысячу тонн держат воздух. Тысячу тонн держат воздух. Когда они концентрируются, миллионы тонн, при чем здесь? Миллион тонн. Но, когда эти капли воды, да, когда молекулы воды пара консенсируются в каплю, вот капля, когда становится тяжелее давление воздуха, плотности, вот, тогда идет дождь. Вот, когда уже миллион этих молекул пара соединяется, он становится тяжелой, и тяжелый дождь в обе. Молния и дождь не связаны с ним, это разные вещи. Есть дождь без молнии, есть дождь с молнией. Смотри, смотри, ты мне вопрос, а ответ. Какая сила тянет вниз? Гравитация? Нет, он говорит природу. Природа какая у гравитации? Да, да. Ну послушай, да, гравитация, смотри. Слушай, гравитация где? Окей. Разбери нам гравитацию, с чего она состоит? Существует несколько теорий гравитации. Есть гравитация как гравитоны, то есть это как фотоны, которые в электромагнитном поле, допустим, доказано, да, экспериментально, в электромагнитном поле электричество создается с помощью этих, да, да, фотонов этих, в общем. Да, вторая теория. Этих, да, электронов. Электронов, да, электроны, это частицы, волна-частица. Есть версии, что электромагнитное поле действует, передается сила с помощью электронов. Источник. Теория. Кто-то управляет этой электромагнитной. Ах, ты в релик. Видите? Видите? Видите, видите. Видите, видите. Бог, Бог. Бог, 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 Бог. Там сидят такие ангелы, они... Я физик ангелы, и нам сеансы... Тор, Тор. Есть Бог Тор. Скажите, Зевс. У Зевса есть такая машина. Он вот так крутит ее, Динамо-машина, и оттуда вырабатывается электромагнитный, знаете? Ах, ты еще глубже хочешь пойти? по аналогии с электромагнитными волнами ученые говорят что существует гравитоны тоже элементарные электроны тоже никто не я тебе вопроса 2 самая паинштейну по инштейну саму теорию ты правильно все теория в науке все теория в науке теория которая работает они как ты говоришь это фейк этого не существует существует сатана по инштейну не гравитоны работают а само пространство искривлено он еще глубже пошел и поэтому вот смотри есть пространство в нем есть воронка и вот моя конфета падает по искривленному пространство ваша земля создает воронку и все вот это стекается туда в эту воронку вот и есть это по искривленному пространству а ядро земли центр тяжести да все туда идет все на земле чего состоять по твоей ядро земли не помойте если гравитация магнитное поле герей значит есть физический объект который это тянет из чего состоит из воды земли огня еще раз газа и расплавленный металл газ плазма металл расплавленный до состояния плазмы металл и металл и на огне и вода на огне и вода переходим в океантики океан на плазме 2 четверть по по его версии 2 четверть первого класса твоей теории школьная программа учит как делать айфон да ничего подобного а айфон ничего подобного кто сатану верит кто в твоей так школьная программа есть начало образования там есть частичная правда частичная неправда огненная плазма железная она обладает магнитной силы которые создают над землей она везде создают я понял но над землей то что мы живем создают гравитацию мы еще не знаем что это поле под землей как действует если оно в центре земли я понял массы земли как это железо она крутится раз и когда он крутится над ней вода или вода или земля потом вода идет плюс-плюс и земля и вода и вот представь что железо и земля и вода закон физиком поздравил по закону физики я как ребенок в лабораторию создайте мне железо плазму который прикреплена вода и все это крутится и это по закону физики невозможно ты законы физики знаешь ты хоть законы ты хоть знаешь ты сейчас говоришь по твоей тупой по у тебя в мозгах в твоих примитивных мозгах как можно тупому человеку объяснить по твоей теории по твоей теории у тебя логический у тебя дефект у тебя дефект образователь научи нас китайскому языку чтобы научить вас китайскому языку я должен здесь 10 лет вас учить во первых во вторых если у вас нету базовых знаний как я сейчас я говорю одно что гравитация существует он спрашивает что такое гравитация я говорю что гравитация это поле говорит что такое поле я теперь должен перехожу что такое поле он говорит а что такое плазма теперь я должен переходить это твердое жидкое и плазма и газообразная до четыре состояния агрегатных теперь я это должен рассказывать что металл видит знаешь что он сейчас спрашивает он бред спрашивает он не бред правильно потому что это бред для него бред это бред он бред нет и бред ты бред ты какая вода плазменно железное ядро который создают гравитацию не только ядро создают сама земля масса земля масса земля 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 значит грязь 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 где вот земли тоже вот этого не для того для того плазма этого не существует плазма планета земля из чего состоит давай я слава богу где происходит всякие реакции железная в расплавленном состоянии железо железо в расплавленном железо вода какая вода а что над этим там идет на поверхность литосфера земля слой скал слой кристаллов игорь 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 гонет у вativo все плазмей аппарата объем из плазмы гор тебя меня тебя дефект ты безграмотный я запрос задалках будет безграмотный объяснен Существует ядро, оно с размером всего 40 километров, 10 километров, не знаю, вот расплавлено в середине Земли. Земля, диаметр Земли знаешь какой вообще? Там 15 тысяч километров. Сколько тысяч километров? Вот ядро железное 40 тысяч километров. Мы не вычисляем, диаметр будет 20 километров, если 40 раз есть, надо диаметр будет 20 километров. Вот по твоим законам физики железо, вода, и вот сможет оно по твоей физике? Может оно? Да, может. Талис, альсан? Ей, для тебя? Иди, иди, иди! Иди, иди, иди! Если для тебя это на расплавленном, на расплавленном железе вода, ты где вода? Ты на дымы, где вода падает? Ты идиот, ты идиот! Ты идиот! Ты кретин! Он находится на ядре? Ты говоришь на ядре? Кто говорит? Дебил! Кретин! Я тебе говорю, диаметр Земли 20 тысяч километров. Дебил! Ты объясняешь? Кретин! Кретин! Ты идиот! Ты идиот! Сейчас ты идиот! Ты идиот! Ты идиот! Я не знаю, да? Геркюриасы, твоя гравитация опирается на мир. Да, да? Оттуда источник. Допустим, да? Допустим, хоть ян Башишкирш, там... Я этого не говорил, но допустим. Если это железное ядро, то мы под землей железное ядро варса. Это суаверен. Так. Как это земля, море, без астиндом, магна... Это конфета. Не улетаем в космос. Почему? Скорее чем? Скорее чем? Скорее того, что у нас принято решили, я не овечу. Ну, что я принято еду? Я думаю, что вы не овече. Как можно... Как вы можете сделать железное ядро, аллуйя и Imunер? Как你可以 заниматься? Я да, что так, что я думаю, что-то я думаю. Как вы можете сделать это в кемềто, кеме выnikу, как-то есть? Как можно сделать это? Вопрос из его утром? Не разговаривай, а не внимание физики. Мы не должны были быть так. Мы должны помочь. Что связь между гидром и всем светом? Это не проблема. Не вы, не говори. Они тоже говорят, что мы в гидроме жилья. Нет. Нет, нет, нет. Нет, нет. Ты сейчас 10 минут назад выйдешь. ты даже не дослушал что я просто идиот да ты кретин ты кретин я не услышал хотя бы ну на железном ядре нет дегенерат ты послушай да ты хоть ты услышал ядро и все дегенерат послушать 20 тысяч километров грузишь меня это простой пример так дебил чтобы тебе объяснить как это простой если я тебя на железе на железе какая вода ты ты шизофреник тебя бред идет сейчас ты послушай что я говорю тем почему мне сейчас говоришь то что я тебе не говорил какая вода кретин идиот послушай что я говорю да ядро расплавленное железное ядро ну вот узнаешь что я не знаю как я тебе говорю да ты да слушай а потом делай выводы дебил вода не находится на ником вода океанов которая на поверхности земли еще до ядра земли дно океанов знает кретин самое да знают раз глубину он он правильно говорит а он говорит что есть подводные океанические реки которые заходят внутрь причем тут это он спрашивает глубину варянская падина одиннадцать километров какая 50 километра идиот кто тебе сказал вот ядро ядро на него ядро ты не слушай что я тебе хочу сказать заткнись я тебе объясню да дебил где диаметр земли 20 тысяч километров в середине находится расплавленное ядро всего всего десять километров 20 тысяч километров и десять километров она ничего не держит она ничего не держит идиот у тебя есть культура культура ты хоть можешь идиот идиот я такое говорю кретин ты ты дослушай ты как дегенерал он имеет виду что вот этот ядро что там притягивать ядро ну оно сама а вообще притягивает слушай вот это вот плотность вот эта земля земли есть у нас внутри конфет она все мосты притягивать масса земли масса земли миллиард OWN ソн при этом земле у луны с орбитой но орбиток Она крутится по армии. Это тоже миф, да? То есть железная ядра и орбита... Сама земля прицеливает? Ты что хочешь сказать? Орбита вообще не говорит, что в какой-то момент Земля, типа, поймала Луну. Да, да. А если силы притяжения, например, солнце, она сам себе противоречит. Даже Сен-Дианды. Даже Сен-Дианды. Даже Сен-Дианды. 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 Он даже не слушал. Сен-Дианды. Нет, там не клей. Там трос. Он дебил не дебил. Сен-Дианды. Я тебя клею. Атланты там стоят. Сен-Дианды. У них не будет суббот. Сен-Дианды. Гравитация. Сен-Дианды. Гравитация. Сен-Дианды. 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 Гравитация. Сен-Дианды. Я полчаса не могу договорить. Я не разрешу тебе договорить. Четыре предложения хочу сказать. Я хочу пять часов. Я 30 минут. Хочу четыре предложения сказать. Четыре предложения. магнитная сфера на чем базируется источник ты сказал на железо металле расплавном металле я сказал что сила тяжести гравитация стремится к центру земли зачем она стремится потому что ее тянет гравитация гравитация это сущность гравитация ты больно это гравитация это гравитация окружность до этого он говорил что вся земля тянет сейчас он говорит что в центр тянет первый класс физики первый класс физики не проходит пятого класса природоведение даже вы физики переходим на геометрию не надо переходим на геометрию у круга у круга у шара существует центр и все силы стремятся к центру ядро плазма расплавленные в чем причина гравитации в чем суть почему там притяжение это гравитация как она возникает у силы должен быть источник источник какой на железе на железе как может быть земля или вода элементарно я определяю вопрос ты начинаешь что такое гравитация потом переходишь как на железе второе металл я тебе объясню на 2 минуты на 2 минуты на 2 минуты когда кротика и по являетесь гравитация и он 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 на 2 минуты и на 3 минуты Продолжение следует... 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 Он микроид, он дебил, он идиот. Я хочу прощу, как это центр земли по выбору. А я тебе отвечаю, да? Ты мне дебил, ты больной. А как тебе можно ответить? Мне надо отвечать, зрителям отвечают. Центростремительная сила. Откуда идёт центральный источник? Что это? Фундамент откуда идёт? По твоей же закону физики фундамента. Он умеет шар крутиться, все силы устремляются к центру. Да. Почему на этом посередине земли больше воды не бывает? Какой посередине земли? Там больше воды должно быть. Почему не по полюсам, а по экватору? Почему по экватору нет воды? Потому что земля крутится и она разгоняет. Компенсируется, да? Она разгоняет. Компенсируется, да? Да, она разгоняет. Это ты сейчас придумал, да? Это я придумал. Это вообще так устроена природа. Но этого нет уже. И поэтому существует течение. Гольф-стрим. Такая сказка сложная вообще. Это сказка, да. Ну конечно сказка. Но для тебя это сказка. А для природы, для реальности это реальность. Если ты... Бедная природа. Как ты её уже только не обозвал? Слушай, ты можешь всё отрицать. От этого мир не изменится. Если ты говоришь, что гравитации не существует, земля плоская. От этого... Может по другой причине. В реальности как бы не холодно. Может по другой причине. По какой причине? Может по другой причине. В окружности нет центра? Кто-то был там в центре земли. В смысле в круге нет центра. Ты жильвей не читал? Не-не-не, про чём тут земля. Вот смотри, вот это круг. Ты читал жильвей? Причём тут жильвей? Посмотри, вот это круг. Правильно? Кто в центре земли кто? Не-не, про чём тут земля. Ты знаешь что тут геометрия? Ну что я знаю, не знаю. Я тебе канал. Причём тут земля? Кто-то спускался в центр земли. Кто-то спускался в центр земли. Арбуз. Марс, Марс, Марс. Марс, Марс. Мячик, мячик, баскетбол. Мячик, видел? Круг. Сюда. Вот это круг. И ты спрашиваешь, а может у круга нет центра? У окружности нет центра? Я скажу, что нет центра. По какой причине? По какой причине? Слушай, есть окружность. Он другой тебя спрашивает. Может земля не круглая? В этой окружности все устремлено к центру. Вот понимаешь, все центры. Чтобы здесь не было бы, все это падает в центр. Все, кто до нас жили, они в центре земли. Они все там, в центре земли. Все цивилизации, значит все там, да? Зачем? Ты понимаешь, что все устремляется к голова? Все мы туда идем. Причем тут ты? Ты знаешь, что такое? Ну, наши тела. Ты знаешь, что такое математика? Вот что такое два? Окей. Силы, силы. Силы, да? Тормоз, тормоз. Вот ты тормоз, блин. Хай тормоз. Точка, что такое точка? Что такое? Отрезок. Что такое два? Что такое плюс? Ты знаешь, что такое? Единица измерения, знаешь? Икс. Ты спроси, а икс мальчик или девочка? Ладно, давайте попрощаемся с зрителями. А отрезок это мальчик или девочка? Победила дружба. Нет, нет, нет. Ты знаешь, что я спрашиваю? Я тебе говорю, существует притяжение, отрезок, точка, два, четыре. Ты говоришь, а четыре это мальчик или девочка? А какие у него глаза? А какие у него там уши? Все, последняя минута. Ну ты дебил. Я нахренеть. Я нахренеть. Я нахренеть. Я нахренеть. Он же троллит тебя. Он не троллит, он реальный идиот. Сумный язык идиот, кто написал чек? Да, да, не, Толстый написал. Идиот, кто написал. Потому что ты идиот, ты даже не знаешь, кто написал идиота. Часа. Часа элементарные, больше самого маленькие. Как идиоту можно объяснить? Мне не надо объяснить зрителям, объясни. Как? Это железо. Если ты заткнешься, я объясню зрителям. Часа прошло, друзья, объясни. Да. Потому что дебил здесь. А мы выходим. Потому что есть дебил. Потому что существует такой дебил. Понимаешь? Потому что это... Это гениальный пример. Алиллах. Таланты? Да. Ладно, попрощаемся там. Алиллах. Все. Всего хорошего. Спасибо. Короче, сейчас вы увидели живого идиота. Зрители увидели живого идиота. Всего доброго. До новых встреч.